У меня пациентка, ей 60+, вот, на гель внимание не обращать, друзья, обратите внимание, у нее в этих местах вот такие отеки, вот, с чем связаны эти отеки, это невенозные отеки, у нее, к сожалению, артрит, полиартрит, и отеки у нее имеют вот такой характер, и обязательно у меня будет во вторник операция, я по поводу отеков расскажу еще. Это такая первая часть, и тоже видео выложу, прямо на операцию, и пальцы при полиартрите иногда бывают такие кривые, это, кстати, у меня тоже кривой пальцы, вот, у меня рука такая, не очень презентабельная, вот, венозные отеки, они немножко отличаются, их лимфоотеки немножко отличаются, венозные отеки, нога более такая застойная, синяя бывает, венозный рисунок усилен, лимфоотек, здесь, видите, кожа нормальная при полиартрите, бывают только локальные воспаления, потому что от артрита, особенно в период регресса симптоматики, у вас такое бывает? Бывает? Пациентка уснула? Нет. При полиартрите бывает покраснение вот здесь в суставах? Нет. Вот у вас не бывает, значит, активного процесса нет. Вот, что еще возможно? Бывает еще артроз. Артроз, кстати, он как артрит, артрит это воспаление, все, что на ит заканчивается, это воспаление. Артроз это когда сустав начинает, грубо говоря, разрушаться, костиопороз и так далее. Поэтому это разные вещи. Есть при артериальных отеках, бывает только стопы и нога бывает холодная, при венозных отеках нога бывает горячая, при тромбозе бывает болезненность вдоль вен и тоже возникает отек ниже локализации тромба. Выше, как правило, не бывает. Вот. Но при тромбозах, как правило, бывают асимметричные. При полиартритах часто вот эта нога больше отечная, чем левая. И при артериальных, соответственно, отек бывает той стопы, она холодная, синюшная, вот конкретно стопа мраморная такая, и пульсация еле прощупывается. Она бывает на том месте, то есть полиартриты, они часто тоже. Самые венозные отеки, если есть лимфоотек, вот они самые симметричные. Сердечные отеки, почные отеки, они симметричные. А вот полиартрит, он зависит от того, где сильнее процесс. Венозные, если есть венозные источники на одной ноге, соответственно, на одной ноге и отек. При артериальной, там, нога наоборот высыхает, и еще раз повторюсь, она прям сохнет, худая становится, но бывает отек такой, как будто обморожение было. Вот на это похоже. И еще что, все, вроде все вот рассказал. При лимфоотеке они вот, как правило, бывают равномерные, но не всегда. Если там какую-то операцию делали при лимфоотеке, и еще что-то там было, допустим, проекции паха, соответственно, лимфоотеки тоже, бывает тоже немножко разные. Ну вот, вот такое отличие между отеками, друзья. Пишите вопросы в комментарии, записывайтесь ко мне на прием. И на моем сайте написаны все формы связи.